Пять раз в неделю. 120 минут в прямом эфире. Мы проводим параллели. Выслушиваем перекрёстные мнения. Анализируем события. Горячие споры, откровенные интервью и только самая актуальная информация. Гни свою линию с самого утра вместе с Ильёй Зотовым и Анастасией Жуковой. На старте программа «Линии». Мы начинаем прямо сейчас. Доброе утро, Крым. Доброе утро, Симферополь. Семь часов и пять минут на студийных часах. И новый день начинается, который, несомненно, принесёт нам новые события, новые эмоции. Ну и традиционное время гнуть свою линию на радио Крым. Да, естественно, мы каждое утро вместе с вами гнём свои линии и надеемся, что вам не скучно начинать с нами утро и обсуждать самые интересные и самые горячие темы Крыма. Ну и, естественно, самая-самая-самая горячая тема Крыма уже много месяцев – это вода. С одной стороны, да, это тема, к которой мы довольно-таки часто обращаемся в нашем эфире, но ведь, с другой стороны, это тема, которая нас всех волнует, беспокоит. Это тема, с которой мы сталкиваемся дома, в быту каждый день. А самое главное, что по этой теме у нас действительно постоянно много новостей, постоянно что-то меняется, появляется что-то новое, новые объявления. И вот вчера у нас была прекрасная, как по мне, новость о том, что федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя продлили до 2025 года. И очень много в этой программе, в этой новой редакции ФЦП посвящено именно водоснабжению Крыма. Вот я цитирую речь Марата Хуснулина, куратора нашего Крымского полуострова, когда он презентовал эту обновленную программу, вот что он сказал правительству. Важнейшим направлением работы по Крыму является обеспечение качественным водоснабжением. То, что мы утвердили в отдельную программу. Всего по этой программе запланировано порядка 65 мероприятий, которые подразумевают добычу воды, очистку ее, доставку до всех населенных пунктов с учетом перспективы развития Крыма. Ну, об этой программе говорится, в принципе-то, уже несколько месяцев. Да, и мы знаем, что помимо федеральной целевой программы, осенью была также утверждена еще одна программа, в которую вошло 50... Нет, там гораздо больше мероприятий, а сумма 50 миллиардов рублей, которые выделены были на дополнительные мероприятия, вот на срочное бурение скважин, на прокладку водоводов. Ну, собственно говоря, все это сейчас очень активно и интенсивно и делается для того, чтобы к апрелю месяцу, например, Симферополь обеспечить стабильными источниками водоснабжения из подземных горизонтов. В частности, это строительство водоводов Ивановка-2, Чеботар-2, Биштрек-Зуйский водовод. Мы сегодня обо всем этом будем говорить с нашими гостями, ну и, конечно же, о том, в какой стадии водного цикла мы сейчас на полуострове находимся, потому что вот каждую неделю мы наблюдаем вот эти вот температурные и погодные качели, то солнце, то сильный снег и дождь, но как-то все это пока не приводит к наполнению, увы, водохранилищ, за исключением только отдельных. Итак, в гостях у нас сегодня Илья Николенко, доктор технических наук, профессора Крымского федерального университета и Анатолий Копачевский, директор научно-производственной фирмы водные технологии. Доброе утро. Доброе утро. Вот, собственно, у нас на последнем совещании по вопросам водоснабжения коммунальщики наши пообещали уже совсем скоро отказаться полностью от забора воды из водохранилищ, снабжающих Симферополь, что Симферополь полностью перейдет на артезианскую воду, если уже не перешел. Вот как вы прокомментируете эту историю, сможет ли Симферополь долго существовать чисто на артезианской воде, не используя водохранилища наши, в принципе, которые его снабжают? Ну, тут вопрос не то, что сможет, а о том, что ему придется так существовать, прежде всего по той причине, что сейчас уровень воды в Симферопольском водохранилище стремится к уровню мертвого объема, когда забор воды будет невозможен. То есть притоки хоть в конце января немножко и увеличивались благодаря сходящим уже снегам, которые таяли, но эти водозаборы все равно превышают объем этих притоков. Вот, если ситуация не поменяется с осадками дополнительно, то уровень будет, подойдет к уровню мертвого объема, и забирать воду из Симферопольского водохранилища будет просто технически невозможно. Значит, ну, тем не менее, проводятся же мероприятия, уже подключен-то Виленский водозабор, Ивановский водозабор, Чеботарский водозабор, которые подают воду на Симферополь. И, насколько известно, что благодаря вот тем скважинам, которые бурили по вот этим комплексному плану, который был принят распоряжением правительства 26, 68, 16 октября 2020 года, был увеличен, соответственно, объем воды, который подается в город Симферополь. И предполагается, что к концу марта, в начале апреля, они смогут увеличить подъем воды из этих подземных водоносных горизонтов и подключить еще Бестерек-Зуйский водозабор, чтобы суммарная подача составила около 100 тысяч. То есть на сегодняшний день подается порядка 70-75 тысяч из подземных водозаборов к западной стороне и порядка 30 тысяч Симферопольского водохранилища. Соответственно, если они за счет дополнительного подключения скважин обеспечат еще 25-30 тысяч, то примерно такой же объем, как сейчас подается в Симферополь, будет обеспечен. Хотелось бы, конечно, к началу лета, к началу курортного сезона, чтобы Симферопольское водохранилище, ну, хоть чуть-чуть бы наполнилось по сравнению с тем, что мы сейчас видим, потому что, ну, как бы оно совсем не превратилось в пустыню, если оттуда каждый день забирать 20-30 тысяч. Да, последняя цифра, которую озвучили, вот 7% от общего объема, вот в понедельник, такую цифру доложил Баженов. Да, Илья Викторович. Ну, я хочу добавить, что вот из тех водохранилищ, которые снабжают водой город Симферополь, то такая ситуация только с Симферопольским водохранилищем, что отбор больше, чем притоки. Значит, если брать Аяны, Партизанское, там уже вот к настоящему времени притоки превышают отбор, так, то есть они наполняются, что он говорит. Ну, и мы должны думать не только про Симферополь, например, та же Ялта, она сейчас полностью переключилась на источники питьевой воды, которые есть с южной стороны гор, так, то есть с южного берега. То есть там все источники, это Хосбаш, который есть, так, потом те водопады, которые действуют, и что это позволяет, притоки увеличивают наполнение Загорского и Чесливинского водохранилища. Ну, то есть это что говорит, что летом, так сказать, если говорить о туристском сезоне, то есть вода постепенно наполняется. Ну, и самые большие наполнения, самые большие притоки в Чернореческом водохранилище, которые идут по реке Качи, так, то есть там они... В Севастополе ситуация получше. В Севастополе получше ситуация, улучшается, да. Ну, и накануне пришла новость из Севастополя о том, что там перестали поднимать воду из Инкермана и Гасфорты, да, что было тоже временной мерой. Понятно, что Севастополь с нетерпением ждет строительства ковшового водозабора на реке Бельбек, тоже вот это вопрос, который должен решиться к концу марта. Но, тем не менее, вот видно, что благодаря наполнению Чернореченского водохранилища из более мелких вот этих водоемов воду уже перестали забирать. И это тоже позитивный момент. И Белогорское водохранилище, оно, по-моему, тоже заполняется, но очень так прилично. Интенсивнее всего, кстати, да. То есть получается, что осадки обошли стороной опять вот водосборную зону, которая отвечает за наполнение Симферопольского водохранилища, да? Ну, тут скорее надо говорить о том, что водосборная площадь по пути имеет дополнительные накопители, которые эту воду сейчас принимают. То же Айянское водохранилище, оно ведь является попутным водосбором перед Симферопольским водохранилищем. Когда оно будет наполнено, то через плотину пойдет вода, и по руслу Салгера вода придет в Симферопольское водохранилище. Поэтому то, что сама емкость Айянского водохранилища относительно небольшая, это... Около трех миллионов. Кубометров, по-моему, да? Да, соответственно, потом, когда оно будет наполнено, вода начнет поступать в Симферопольское водохранилище. Но это не единственный, естественно, источник пополнения Симферопольского водохранилища. Это есть, нет, естественно, это не... Один из источников, один из крупных сушек, да? То есть у нас было снижение осадков последние несколько лет, да? И уже прошлый год был достаточно сухой, этот год наиболее сухой, ну, 20-й год был наиболее сухим. И, соответственно, полости, которые образовались, грунт, он просто высох, и сейчас он все осадки, которые есть, он просто в себя впитывает. Именно поэтому время дотекания осадков до непосредственного водохранилища наиболее большие. Ну, и оно находится все-таки уже немножко удалено от горного водораздела. Остальные водохранилища находятся наиболее близко к... ну, в самих горах непосредственно. И поэтому они наполняются наиболее быстро, потому что в горах осадков гораздо больше. То есть и поэтому вся вот эта Загорская, Счастливинская водохранилища сейчас идет активное наполнение. Опять же, Севастопольская сторона, то, что там прямо склоны гор идет наполнение. А Янская точно так же, ну, во-первых, это Каптаж, то есть это родник, который запитывается, опять же, карстами именно Яйлы, да? И, соответственно, уже водосборная поверхность. То есть такой отложенный эффект получается. Чем дальше водохранилище от источника, от водосборной зоны, тем больше требуется времени для того, чтобы вода дотуда дошла. Да, для того, чтобы грунт напитался первоначально. Да, а зон с максимальным количеством осадков. То есть поэтому, когда мы смотрим на карту водоснабжения Крыма и какие водохранилища будут наполняться, надо сразу говорить, что у нас разное количество осадков по разным территориям Крыма. То есть Ялта и зона ЮБК, она наиболее обеспечена осадками. И если там эту воду собирать, то есть полностью перехватывать сток вот этих южных рек и водопадов, то там объемы воды очень большие. То есть если это организовывать, соответственно... Ну вот, что сейчас, собственно, в Ялте, видимо, и происходит. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, потом продолжим разговор о наполнении водохранилищ. Илья Изотов и Анастасия Жукова в программе «Линии». Это программа «Линии». Доброе утро. Мы продолжаем обсуждать самый насущный водный вопрос. И у нас в гостях доктор технических наук, профессор Крымского федерального университета Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский. Вот мы как раз обсуждали ситуацию с водообеспечением наших регионов, и наши эксперты уже отметили, что в Ялте все будет более или менее неплохо, потому что Ялта у нас осадками обеспечена лучше всего, в отличие от Симферополя, потому что до Симферопольского водохранилища наша бесценная вода дойдет намного позднее, чем до всех остальных водосборов, я бы так сказала. Но сколько месяцев нужно таких вот интенсивных осадков, да хотя бы скромных, для того, чтобы пополнение Симферопольского водохранилища, заметное в том числе и нашему глазу, началось таки? Ну, на сегодняшний день, если посмотреть статистику, если отбор из водохранилища будет на том же уровне, как он был последние месяцы, то это прогнозная величина, то есть, которая может сбыться, может не сбыться, потому что мы не знаем, как Бог пошлет осадки. Слишком много изменений вносим мы в природу, то нам с вот таким небольшим отбором жить, по всей видимости, еще целый год, потому что основная масса осадков приходится у нас на период с января по июнь. И год еще этот, по прогнозам, не самый многоводный, он более водообильный, чем 2020 год, но он не такой многообильный будет, как, скажем, 1997 или другие годы. Он будет похож на 2002 год, 2013 год, когда возрастание количества осадков произойдет. Поскольку оно находится на очень низком отметке, то к июню, июлю месяца оно будет наполнено примерно наполовину. Это, по-моему, еще оптимистичный прогноз. Ну, это статистичный прогноз, если сравнивать динамику, какое количество осадков шло после сухого года. И, соответственно, если у нас будет всего оно наполнено наполовину, то на вот этом половинном объеме нам нужно будет еще прожить, соответственно, с июля по декабрь, январь следующего года. И потом уже осадков должно быть еще больше, и, соответственно, пойдет его восстановление. И тут интересно, какая будет выбрана тактика властями полуострова. Вот, например, наполнится водохранилище наполовину. Из него будет начат водозабор в этот момент? Или же будет принято решение оставить там воду до худших времен и продолжать подъем из подземных артезианских источников? Ну, я как раз рассчитывал вот эту динамику потребления с учетом того, что водозабор останется на том уровне, который есть сейчас. То есть 30-40 тысяч в сутки. То есть не 160 тысяч, не 80 тысяч, а как раз 30-40 тысяч. Вот, поэтому тут будет стоять вопрос, насколько критично и каковы отметки будут в подземных водозаборах в том числе. Потому что они сейчас эксплуатируются достаточно полно. И уже полгода они в таком режиме эксплуатируются. Как себя будут показывать эти запасы? Ведь если мы забираем воду, она должна восполняться в подземных источниках. А ее восполнение ведь происходит тоже благодаря атмосферным осадкам. И если вот этих осадков через те карсты, которые питают эти подземные водозаборы, окажется недостаточно, а уровни воды могут в какой-то момент начать падать. И это тоже неизвестная величина. Поэтому говорить о том, что мы взяли воду из подземных источников, и нам теперь гарантировано водоснабжение в этом объеме, это величина такая же прогнозная. То есть мы предполагаем, что так оно будет. Но так ли оно будет на самом деле, до конца неизвестно. Поэтому надо понимать, что, возможно, придется брать все-таки воду из Симферопольского водохранилища. Даст Бог, мы получим необходимые балансовые расходы. Ну, еще хочу добавить по поводу прогнозов. Мы все знаем о том, что сейчас существует потепление климата. При потеплении климата температура воздуха увеличивается. И если температура воздуха увеличивается, то количество влаги, которая накапливается в атмосфере, увеличивается. Это приводит к тому, что те места, так сказать, нашей планеты, где более влажно увеличиваются осадки, а там, где более сухие места, уменьшаются. То есть можно даже на примере Крыма сказать. Это первое. А второе, то есть нарушается стабильность. То есть если мы могли, или стационарность нарушается, то есть если мы могли ориентироваться на прогнозы на основании прошлых лет, то это все нарушается, но мы можем даже видеть сейчас. Если мы раньше видели зиму, но еще лет 10 назад, то есть мы знали, что есть период зимы, 3 месяца. Хоть иногда снег видели в Крымчане. Потом весна и так далее. Сейчас мы видим, что у нас вот эти колебания. То есть вот это те процессы нестационарности. И вот все, что связано с водой, это там есть 5 глобальных проблем 21 века. Ну и первая глобальная проблема – это водные кризисы. Следующее – это неприспособленность к изменениям климата. Потом сами изменения климата. Потом нестабильность с производством продуктов питания и социальная нестабильность. Оно все основано на воде. И если опять же говорить о подземных водозаборах, то естественно, что вода в некоторых местах могла накапливаться тысячи, десятки тысяч лет. И мы должны понимать, что если мы берем воду, которая накапливалась сто лет, и мы ее выкачиваем, то в следующий раз мы ее сможем выкачивать через следующие сто лет. Ну и так далее, и так далее. Поэтому все эти процессы с водоотбором из подземных источников тоже надо следить достаточно аккуратно. Почему? Потому что есть опыт Мексики, Китая, Индии, когда даже в Соединенных Штатах, Западная Калифорния, там ежегодно грунт опускается на 1 фунт, ну то есть на 30 сантиметров, из-за того, что огромное количество воды потребляется. Ну и там уже существуют методы решения. По маркерам радиоактивным, то есть можно определять возраст воды, который откачивается, ну количество воды тоже откачивается. Потом существуют достаточно точные методы определения объема воды с помощью космической техники. То есть там американцы запустили два таких веселых спутника, Том и Джерри. Прекрасное название. Да. И они по гравитационным постоянным определяют вообще объемы воды, которые потребляют. Ну сначала определяют объемы линз, а потом могут фиксировать объемы, сколько потребляется. Ну и там вводятся определенные ограничения для того, чтобы регулировать это. То есть, например, в Индии, когда... Ну и американцы делятся этими данными там с Индией, с Китаем, вообще говоря. Так вот, Индия придумала, каким образом ограничить подъем воды с подземных водозаборов. То есть там просто землепользователям или водопользователям бесплатно устанавливают водокачающие установки, но они стоят на солнечных батареях. Ну и получается, человек вынужден эту воду поднимать только когда, когда есть солнце. То есть когда ночь, когда тучи, вода не поднимается. Ну таким образом, хитрым, регулируются водозаборы. Получается, вот, судя по вашим словам, что истощение подземных горизонтов, подземных линз, это не единственная проблема, которая может возникнуть из-за откачки, из-за подъема воды. Полуострову может грозить, например, подтопление каких-то прибрежных территорий из-за проседания грунта? Теоретически. Там первая проблема, которая в Крыму, мы, в общем-то, вокруг мы полуостров, так, первая проблема, это, в общем-то, засоление. То есть если у нас образуются пустоты, то, естественно, у нас этой пустоты будет заполняться какой-то солоноватой водой, более глубокий. То есть идет подтягивание морской воды, да? То есть есть пример, опять же, Саудовская Аравия, так, где-то в 70-е годы, когда был бум, когда они начали зарабатывать огромные деньги на нефти, так, появилось огромное свободное средство, и они начали ставить технику, которая откачивала воду с огромных глубин, то есть они качали до 5 миллиардов кубов воды в год, так, ну и в конце концов вода начала истощаться, начала засаливаться, ну и следующая проблема, цена этой воды стала огромной, то есть стало уже невыгодно ее качать, так, ну и там они пришли на преснительные станции, ну а потом, когда наступил энергетический кризис, когда стоимость топлива упала, то есть они потеряли эти деньги, ну и были большие проблемы, так. То есть спектр такой, что вода пресная может кончиться, то есть она изменит качество, но и еще одна проблема, так, это уже в таких регионах, ну сухопутных, то есть когда мы опорожняем полость, и когда проседает грунт, то тот грунт, который имел высокую пористость, он мог набирать воду в течение там следующих 100-200 лет, так, но когда он полый, то есть вот проседание и пористость уменьшается, и этот грунт никогда уже не сможет набирать воду, собирать себе, то есть тоже проблема, то есть можно нарушить, то есть хорошо, если это будет соленая вода, так, то есть пористость останется, но может быть так, что уже и невозможно будет этими полостями заполнять водой. Да, не так все просто. Как предотвратить вот такое не очень хорошее развитие событий? Ну прежде всего, да, это говорит о том, что должна быть организована опять научная работа, которые связаны с системным вот этим исследованием вот этих вопросов. То есть в советское время было большое количество гидрогеологических партий, которые исследовали практически весь Крым, которые определяли, где карсты, где песчаные прослойки, где трещиноватые известняки, каким образом движется вода из зоны питания в зону употребления этой воды. Должна быть составлена карта, прям математическая модель, где, в каком количестве эта вода есть. Должно быть большое количество режимных наблюдательных скважин, которые должны показывать уровни воды в зависимости от отбора, в зависимости от осадков, которые идут. И, соответственно, качество воды должно мониториться. И это должно быть выведено на соответствующую научную основу. К сожалению, мы понимаем, что сегодня у нас научные организации остаются за пределами программ ФЦП, потому что программы ФЦП – это как раз инфраструктурное развитие, связанное непосредственно «бери и строй». То есть то, что прошло уже либо какую-то стадию оценки именно финансовой и конкретного получения результата, они связаны непосредственно с научными наблюдениями и прогнозированиями процессов, которые возникнут в результате либо воздействия человека, либо изменений в природе. То есть, по сути, такие экстренные мероприятия для того, чтобы вот откуда-то хоть взять воду, да? Ну, взять воду, либо очистить её до соответствующего качества, если определено, что она имеет те или другие загрязнения. Но если мы говорим о прогнозе и перспективе, то научные организации на сегодняшний день соответствующим образом не вовлечены вот в эту работу. То есть, нету вот этих созданий гидрогеологических партий не в комплексном плане, который был принят осенью, да, в октябре 2020 года, не в федеральной целевой программе? На сегодняшний день, да. То есть, работы, которые проводятся, они направлены на преодоление водного кризиса, да, то есть, непосредственно получения воды. Такой же системной работы по созданию именно наблюдательных скважин с контролем уровня воды, с контролем качества воды в увязке, с непосредственным отбором по всем взаимосообщающимся водным потокам, которые под землей идут. Эта история не выстроена на сегодняшний день. То есть, ну, это вопрос такой, он достаточно большой и обширный, и им должны заниматься очень компетентные люди, и это точно, скорее всего, нельзя будет реализовать на уровне 44-го федерального закона, когда расторговывается конкретная задача, которая должна быть решена, и там рассматриваются три подрядчика. Это многолетняя работа, которая раньше реализовывалась фундаментальными институтами. Это должен быть не контракт временный, а какая-то постоянная исследовательская работа. Совершенно верно. То есть, ранее существовал институт минеральных ресурсов, который эту тему постоянно реализовывал. Ну, и Крымгеология, соответственно, и гидрогеологические партии, а на сегодняшний день этот вопрос уже пока что не реализуется. Причем такой парадокс, такое противоречие. В советское время, когда Северокрымский канал поставлял эту воду, эти гидрогеологические партии, эти исследования, этот постоянный мониторинг, он существовал. А сейчас, когда у нас Северокрымского канала этого мощного источника нет, до сих пор вот эти научные исследования не возобновились. Ну, к сожалению, так. Мы продолжим обсуждать эту очень важную тему после крымских новостей. Еще раз доброе утро всем радиослушателям, которые только что к нам присоединились. Сегодня в первом часе программы «Линии» мы говорим о проблемах водоснабжения, о том, как их решать. И сейчас обращаемся ко вчерашней новости, которая не порадовала жителей города Алушты. Да, вчера появилось объявление о том, что Алушта переходит на график подачи воды. Да, и сейчас у нас на прямой телефонной линии глава администрации города Алушты Галина Ивановна Огнева. Доброе утро, Галина Ивановна. Доброе утро. Расскажите, как же сейчас складывается у вас ситуация, что с наполнением изобильненского водохранилища, почему было принято решение о переходе на графики вот вслед за Симферополем? Ну, на графике у нас и Ялта, и Симферополь, и те регионы, которые на сегодняшний день испытывают недостаточное поступление водохранилища. Но у нас водохранилище особенное, потому что оно пополняется и может пополняться только естественным путем. То есть это осадки и подземные воды, которые будут накоплены за весь этот период. Если проанализировать, проанализировать, что происходит, то на сегодняшний день даже при наличии снега, который в этом году порадовал Олочицы, и при достаточно многочисленных дождях у нас водохранилище пополняется, но ровно столько, сколько мы за сутки забираем. То есть 20 забираем, 20 пополнений идет. И только 5 дней вот последней недели, где идет такое массовое пополнение водохранилища. Мы долго держали режим только понижения давления в ночное время, то есть везде дневное время у нас была вода, но принято такое решение с перспективой. Мы же думаем только не о сегодняшнем дне. Мы город-курорт. Нам необходимо спланировать работу так, чтобы в курортный сезон приехавшие гости не испытывали сложности в виде подвоза воды или недостатка воды. Поэтому было принято решение. Мы об этом говорили. Наши руководители учреждений образования, доп. образования, музыкальные школы, художественные школы, все санатории, они поставлены в известность еще в декабре месяце, когда мы уже впервые заговорили о том, что может быть такая возможность. На сегодняшний день, я думаю, что о лучинце с пониманием относятся. Ведь мы ждем большое количество гостей, а если большое количество гостей, то и расход воды увеличивается во много раз. Поэтому вот принято решение о том, что с 25 февраля мы пойдем на такое отключение. Дневное время у нас с 10 до 17 будет понижено давление в регионе Портенита, Малого Маяка, города. Ну, а восток у нас они питаются Джур-Джур, там немножко другая ситуация. Это Солнечногорска, Маловещенская, Приветная. Они питаются напрямую от водопада Джур-Джур. Ну, и чтобы жители Алушты привыкли к этому новому графику, я так понимаю, и проводится тестирование с 17-го по 19-е. Вы же прекрасно все понимаете, что надо посмотреть технические возможности и самого водоканала, и системы, как мы будем отключать. Это же не просто понижение давления тогда, когда на первых этажах была вода, а у них была только там из пятого этажа, а теперь будет полное отключение, как сработают насосы. То есть технически нужно посмотреть. Ну, еще раз дать нашим Алушинцам понять, что необходимо запасить емкостями, там, ведрами или что-либо для того, чтобы технически выдержать вот этот перерыв дневной отсутствия воды. Все остальное просчитываем. На комиссии чрезвычайной ситуации в четверг будет окончательно принято решение, но закупим необходимые еще емкости. Они у нас практически во всех учречениях есть, но резервные. Ну, вдруг где-то какая-то будет необходимость установки резервных емкостей. Берем десятикубовые емкости, будем иметь их в резерве, подстрахуем и будем говорить о том, что Алушинцам попробует вот в таком режиме жить. Ну, понятно, решение, наверное, продуманное, наверное, неизбежное. Накопить воду необходимо к началу курортного сезона. А скажите, вот сейчас санаторно-курортные учреждения, они уже имеют такие технические возможности накопить воду и чтобы туристы, которые сейчас отдыхают на полуострове в Алуште и его поселках не заметили бы этого. Пусть не волнуются те, кто купили путевку у нас на февраль, март, апрель. Эти месяцы во всех санаториях, во всех пансионатах есть накопители воды, которые будут использованы как для нужды подприготовление пищи, так и для технических нужд. У нас ни одна здравница, мы уже не единожды проводили такое совещание предварительно, это же не спонтанно возникшее решение и не от хорошей, мягко говоря, жизни. Если бы была вода, кто бы ее отключал. Но впереди это лето нам показало, что гостей у нас было очень много, а чтобы принять очень много гостей, принять их радушно и правильно, мы вот идем на такой шаг, другого шага просто невозможно, оно не даст нам работать в летний период. Подвоз воды к питьевой это не лучший вариант, лучше сейчас поэкономить и вчера на аппаратном обращаясь с жителем, обращаясь с жителем, я просила очень экономно подходить даже к тому, чтобы не случайно купить какие-то емкости, а не набирать ванны или большие объемы воды, а потом ее просто вечером, когда пойдет вода с крана отпускать. Поэтому все это мы проговариваем, работаем, я думаю, что алушинцы с пониманием подойдут к этой ситуации. Спасибо, Галина Ивановна, вам успехов в этом важном деле, да, в экономии воды и в решении тех технических вопросов, которые потребуют введения графиков. На прямой телефонной линии у нас была глава администрации Алушты Галина Ивановна Огнева. А я хочу спросить у наших экспертов, вот как вы прокомментируете это решение, Алушты тоже все-таки перейти на графики, как оценивается ситуация в Алуште, если мы уже поговорили, что в Ялте есть большие запасы воды, которые многие уходят даже в море, да, то вот что с Алуштой? Значит, ну, хочется опять же немножко окунуться в историю, то есть вспомнить, например, 1997-1999 год, которые тоже были относительно засушливыми, и в тот период практически по Алуште, по западную и восточную сторону вода тоже подавалась по графику там раз в несколько дней и там, скажем, в ночное время, и у многих баз отдыха имеются резервуары, где на 300 кубов, где там на большие объемы, и этот вопрос, он решался, в общем-то, да, во-вторых, на многих базах отдыха в тот момент реализовывали следующие мероприятия, то есть там, где были малые очистные сооружения местные, соответственно, вода подавалась в бачки унитазов, делался второй технический водовод, таким образом происходила экономия питьевой воды, на некоторых станциях, ну, во многих санаториях эта вода после очистки подавалась на полив, ну, очищенная имеется в виду, вот, и таким образом происходило в целом снижение потребления, вот, опять же, в тот же период были выдвинуты решения и были дореализованы объединения сети, которая начиналась еще в советское время, это питание со стороны источника Джур-Джур, там, где питается восточная сторона Алуштинской зоны, и, вот, и, соответственно, питание, например, со стороны Алушты, вот, но то, что мы получили в этом году, опять же, надо вот смотреть, у нас пришел ковид, да, то есть запретили выезды за границу, и из-за этого у нас сезон, в общем-то, он не то, что не сорвался, а наоборот, получился такой растянутый даже во времени и наполненный, да, но при этом крайне неравномерный, вот, неравномерный, но, в общем-то, практически по всем базам отдыха получилась достаточно высокая загрузка, и это как раз на такой сухой год, соответственно, это вызвало большое количество потребления воды, и тут хочется немножко сейчас передать слово Илье Викторовичу, он расскажет о том, что малые способы накопления воды, вот мы говорим даже про резервуарах при пансионатах, да, то есть это ведь резервуарный парк, который в целом, если сложить все вот эти объемы резервуары на каждую базу отдыха, это увеличивает в целом объем водохранилища и снижает неравномерность, то есть тут новая стратегия, новая архитектура водопользования, если мы не можем строить большие водохранилища и накапливать воду, которая к нам будет идти в момент, когда будут осадки, то за счет использования резервуарного парка, если это будет включено в глобальную такую интеллектуальную систему водопользования в Крыму, можно решить накопление воды и растягивание во времени, другой вопрос, что эту воду нужно соответствующим образом мониторить, обеззараживать, поддерживать ее санитарное состояние, но это большой комплекс инженерных вопросов, который может быть решен, если в этом направлении двигаться. Да, ну я хочу сказать, то есть мы говорили о том, что 21 век это год пяти больших глобальных вызовов, ну и поэтому вот этот век называется веком рационального водопользования, то есть если мы говорим, что мы сейчас отслеживаем ежегодно, какие поступления дожде будут, то, например, в Штатах принята концепция сто лет на воду, то есть там 20-21-21-20, то есть вот сделана программа, каким образом собирать воду на вот это столетие, то есть пишут люди эти программы, ну и в соответствии с этой концепцией, то есть вода делится на голубую воду, та, которая идет с неба, зеленая вода, которой мы пользуемся, это поверхностная подземная вода и серая вода, которая возникает после нашего пользования, ну и достаточно большие университеты, институты работают, то есть, ну первое, что смотрится, как распределено водопользование, то есть те же промышленные страны, большая часть воды идет в промышленность, ну и каким образом, значит, если мы в промышленности сделаем водооборотные циклы, то есть в Америке они уже должны дойти до 17 раз, то есть одна и та же вода используются 17 раз, так, но это позволило сохранить там до 15% воды. Следующее, та вода в коммунальном хозяйстве, которое есть, так, то есть вот есть такая, опять же, концепция зеленые города, так, то есть имеется в виду, что вся вода, которая падает на поверхности крыш, на твердой поверхности, она собирается. Но вот это уже ближе к Крыму и то, что реально мы можем использовать. Илья Викторович, сейчас мы прервемся на короткую рекламу, потом продолжите свой рассказ. Мы продолжаем программу «Линии», мы сегодня разговариваем о водоснабжении полуострове, о том, какая ситуация сложилась практически уже к середине февраля, не так мало времени остается к началу курортного сезона, отсюда понятно желание курортных городов где-то сэкономить, где-то поджаться, но чтобы к началу мая что-то хотя бы накопилось в наших водохранилищах, вот, например, в основном водохранилище Алушта и Забильнинском сейчас осталось всего 2,8 миллиона кубометров, а его проектный объем 12,7. Конечно, было бы замечательно, если бы вот эту десяточку, 10 миллионов кубов сейчас накопить к началу курортного сезона. Ну, а мы сейчас перенесемся в Ялту. Да, у нас на связи глава администрации города Ялта Янина Павленко. Янина Петровна, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, как у вас сейчас ситуация с водой, какие планы? Ну, сегодня по информации водоканала, как и всю прежнюю неделю, даже более двух недель уже, вода в городе подается практически круглосуточно абсолютно везде. То есть вас можно поздравить, что вы фактически отошли пока временно от графиков, да? Да, это все стало благодаря, возможным, благодаря нашим альтернативным источникам, нашим водопадам, которые сегодня дают большой дебет воды. Более 50 иные дни и 70 тысяч кубов мы получаем ежесуточно воды из дополнительных источников. Таким образом, наши главные источники, это два водохранилища, они не задействованы, и эти дни происходит накопление воды именно в них. Уже сегодня более 5 миллионов метров кубических в наших водохранилищах. Поэтому это достаточно оптимистично для нас сегодня. Да, вы в понедельник анонсировали план, да, грандиозный по ремонту сетей и так далее. Скажите, уже его утвердили или какие-то, может быть, подвижки есть? Это проект, это наработки водоканала совместно с администрацией, специалистами администрации города, а также территориальными органами на местах, которые представляют сегодня поселки и город Алубку, Большой Ялты. Там запланировано очень много ремонта сетей, реконструкции сетей, реконструкции водоводов, реконструкции насосных станций и, конечно, за строительство новых сетей в те два микрорайона, где у нас сегодня нет централизованного водоснабжения. Этот проект порядка более миллиарда рублей, он направлен в Совет Министров Республики Крым на рассмотрение и мы очень надеемся, что республика окажет поддержку Ялтинскому водоканалу в этих работах. Есть какая-то общая цифра, сколько планируется сетей реконструировать в рамках этой программы в километрах? Ну, вообще сетей в Ялте приблизительно около 750 километров, в проекте же заложено более 100 километров сетей, но основа идет именно на ремонт насосных станций. Ну что, спасибо, Ирина Петровна, вам тоже успехов пожелаем и позитивной динамики в наполнении водохранилищ, которые активно сейчас все-таки пополняются благодаря осадкам. Ну и эти осадки, они продолжатся в течение нынешней недели и похолодание придет в выходные дни с минусовыми температурами, там уже пойдет снег и там уже будет накопление другого рода, будем надеяться, что подсыпет и на горных плато. Да, и снова вопрос к нашим экспертам, насколько эффективно сейчас в Ялте идет вот это собирание воды, да, сбор, потому что есть информация, что там огромное количество просто утекают прямо в море. Значит, коллеги, надо говорить или вспомнить о том, что сейчас мы имеем ситуацию такую, которую мы имеем. То есть мы имеем ту инфраструктуру, которая сложилась вот на момент наступления засухи, да, то есть если бы этот вопрос можно было предвидеть и, соответственно, реализовывать его заранее, иметь соответствующее научное обоснование, то можно было бы, как говорится, соломку подстелить. Сейчас получилась ситуация такая, что после 30 лет практически отсутствия серьезных вложений в данную инфраструктуру, 30 лет отсутствия научных наработок в данных вопросах, то есть когда наука и развитие архитектуры городов и водопользования практически не разрабатывалось и не планировалось, то есть у нас фактически велась стройка только каких-то жилых объектов и каких-то курортных вопросов. Инфраструктура же фактически существовала на уровне только эксплуатации и те вопросы, которые были экономически не обоснованы, они практически все не реализовывались. И если в советские времена строились объекты насосной станции, которые могли реверсом, например, подавать воду в Счастливинское водохранилище из этих самых водопадов, которые сейчас настолько водообильны, что хватает воды на Ялту и еще происходит излив и идет эта вода по водотокам и в советское время можно было эту воду принимать и туда качать, то в украинское время было определено, что нет в этом никакой экономической целесообразности, субъекты разделились на разные сферы хозяйствования, то есть Ялта, ЮБК самостоятельно, там Симферопольский водоканал самостоятельно и соответственно для Ялтинского водоканала эта вода слишком дорогая и такой засухи, которая вот как сейчас им пришлось перейти на график, они не испытывали уже десятки лет и соответственно эти насосные станции уже многие были даже проданы, сейчас если мы понимаем, что эта ситуация неравномерности возникает и будет постоянно происходить, тогда эти площадки должны быть опять оборудованы, территории должны быть выкуплены и должны быть устроены соответствующие водозаборы соответствующей мощности, которую всю избыточную воду, которая не подается в сети водоснабжения Ялты, можно направить вновь построенным водоводом в то же Изобильнинское водохранилище, то есть по горизонтали в Алушту или направить в Счастливинское водохранилище по водоводу, который туда она может быть подана, а в момент, когда иссякнут местные источники эти водопады, соответственно, эта вода будет отправлена обратно, надо подумать о том, что вода, которая поднимается насосами на высоту там 100 и более метров, это значительно меньше затрат энергии, чем на опреснение воды и даже подъем морской воды до опреснительной станции с большой глубины, как бы мы этого не говорили и не говоря о том, что ее там надо разбавлять и так далее. Поэтому вот этот вопрос, он должен быть на соответствующем научном уровне проанализирован, должна быть продумана некая стратегическая перспектива, которая впоследствии будет реализована уже в федеральных целевых программах или в районных адресных инвестиционных программах, и тогда это будет уже умное управление будущей архитектурой и регионам в целом, ну и в частности ялтинским регионам. Ну а сейчас, сейчас пока получается то, что Ялта получает благодаря осадкам, значительная часть этой воды до сих пор в море сливается. И задействование тех инфраструктур, которые они сумели задействовать сейчас, которые на сегодняшний день сохранились. То есть тут надо понимать, что вот застала засуха, и мы начинаем смотреть, где у нас есть то, другое, третье, что можно использовать, но это не то, что должно быть реализовано. И для того, чтобы мы должны понимать, что вот такие стратегические вещи, они сразу не могут быть реализованы. И что это не последняя засуха в истории. И это не последняя засуха. Главное, чтобы после того, как вот этот маловодный период, маловодный цикл минует, чтобы мы не успокоились и не расслабились. Да, как дождик пошел, ай, ну и ладно. Да, в будущем встретили такие засушливые циклы уже во всеоружии. Да, ну, пример такой, то есть если говорить про Ялту, то есть из того же самого водопада в Очинцу, по словам Инны Павленко, то есть берется 2000 кубов, так, а номинальный расход этого водопада 29 тысяч. Но там ведь в озеро Магаби идет накопление, да? Ну, получается, там так создана инфраструктура, что они могут из этой воды брать только 2000, так, но если у нас протекает 29, значит, куда остальное исчезает? Это очевиден, да. А можно было бы направить как раз туда, ну, наверх, наверное, в Чесливинске, либо отправлять дальше. То есть это вопрос о том, что надо создавать новую инфраструктуру, сделать другую идеологию пользования водой, то есть те районы Крыма, которые водообильные, то есть эту воду собирать, и, ну, и первое решение, это все-таки нужно думать о том, что соединять водохранилище между собой для того, чтобы можно было сезонно переправлять. Система сообщающихся сосудов. Совершенно справедливо. По крайней мере, Загорское водохранилище достаточно большое, но можно соединяться с партизанским водохранилищем, то есть если эту воду перекидывать, ну, там Счастливинское, Загорское тоже соединены. Так, ну, и дальше Изобильинское водохранилище точно таким же образом. Не знаю, если время, но мы начали говорить про зеленые города, и в 2005 году там Си Цзаньпинь, это, так сказать, в Китае, сделал программу так называемой губчатые города. То есть там 12 городов-миллионников, население больше 10 миллионов, но там точно знаю, что там есть Ухань известный, да, то есть выделены деньги для того, чтобы вся вода, которая падает с неба, собиралась, очищалась и использовалась в второй раз. То есть для полива, для сельского хозяйства, но она не уходила непонятно. То есть она собирается отовсюду, с крыш, с дорог. Совершенно справедливо. Собирается в отдельную систему, очищается и потом вторично используется. Точно так же канализационные стоки, вот я говорил, проект 2021-2021-20, так, то есть там делана Соединенных Штатов, то есть там делана такая система, что вся очищенная сточная вода заполняется под землю. Ну и говорится, что она там будет храниться, и может мы ее используем через 10 лет, может через 20, но самое главное, чтобы эта вода сохранялась, так называемое преобразование серой воды в зеленую воду. Поэтому вопросов много, и есть такая фраза, что не главное считать, сколько выпало осадков, а главное считать, сколько осадков мы используем для себя. Поэтому... Но с одной стороны грустно от того, что такая система водосбора у нас до сих пор не создана, что сотни тысяч кубометров воды пресной, ценной, ежегодно уходят в море, но с другой стороны у нас эта вода есть, у нас все-таки не Саудовская Аравия, в этом смысле, и не Израиль, у которых других источников, кроме подземных, ну просто не существует. Так у нас есть не только вода, у нас есть и светлые умы, которые могут разработать системы, как ее использовать. Почему у нас просто до сих пор как-то не соединили все эти элементы, то есть ученых, собственно, инженеров, которые воплощают какие-то технические решения, гидрологов, вот для меня это до сих пор непонятно, почему у нас к той же ФЦП, которая не привлекает... Не пристегнули науку, да? Да, не пристегнули, грубо говоря, экспертное сообщество, которое бы сказали, ребята, наиболее рационально будет потратить там вот эти ваши прекрасные миллионы, вот так, так и так, чтобы потом не наступить на те же грабли, которые очень больно бьют по лбу. Ну, хотелось бы, чтобы Крым стал таким полигоном. Почему? Потому что одна из основных причин, что Российская Федерация это вторая страна в мире по обеспечению водными ресурсами, поэтому проблем таких глобальных не было. То есть вот они возникают только регионально. Ну и вот, может быть, Крым станет таким регионом, в котором можно будет комплексно, системно, оптимально решать эти проблемы дефицита. Да, ну и, видимо, чем дольше будет длиться нынешняя засуха, тем больше вероятность, что науку к этому процессу всё-таки подключат, да? Давно пора. Зачем ждать для этого долгой изнурительной засухи? Ну вот у нас всё равно вот эта пословица остаётся актуальной, что пока гром не грянет, может не перекреститься. Но, по-моему, гром грянул уже достаточно давно, крестимся мы уже приличное время. Получается, наоборот, вот подольше бы он погремел для того, чтобы всё-таки обратили внимание на науку. Нет, тебе воды не хочется нормально в кране или что? Может, это подольше? Я хочу, чтобы все ресурсы науки, все ценные знания всё-таки были задействованы. Я предлагаю не дожидаться того, что у нас в кране совсем пропадёт вода, чтобы привлечь науку, а привлечь науку прямо сейчас. Ну и, кстати, тема второго часа программы «Линии», она у нас тоже научная. Мы будем говорить о Годе науки в Крыму. Сейчас мы прервёмся, послушаем самые последние крымские новости, а потом продолжим программу «Линии». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова